На протяжении всей истории существования человечества мы сражались с жесточайшими хищниками на земле. Укращали огонь, изобретали орудия труда, выживали во время природных катаклизмов и в конце концов превратились из человекообразных обезьян в современные человеческие существа. Мы занимаемся раскрытием тайн мертвых. Мы возвращаемся на миллионы лет назад. Это история нашей борьбы за выживание. Представители нашего биологического вида почти что вымерли. История нашей борьбы, которая в итоге привела к возвышению одного существа над другими. Это наша история. История о том, что делает нас людьми. Пещерный человек. Расследование. В поисках того, что делает нас людьми, мы отправились в Южную Африку. Именно здесь мы надеемся раскрыть тайны прошлого, как мы развивали языковые навыки и интеллект. И что сделало нас людьми из простых животных? Расследование ведет доктор Ли Бергер. Детектив, ученый, который специализируется в области поиска окаменелостей, оставшихся от человекоподобных существ. Мы ищем своих предков. Это не просто предок животного. Он может рассказать нам, откуда мы появились, кто мы такие и в результате чего мы стали людьми. Что делает нас, возможно, самыми уникальными животными на планете. Бергер направляется в пещеры Гладисвейл к западу от Йоханнесбурга. Это феномен Африки. Ископаемые можно найти в Африке. И именно там и происходила вся эта история. Каждое важное событие в эволюции человека происходило именно на этом континенте. Палеантропологи, подобные Бергеру, уже раскрыли некоторые детали нашего прошлого, основываясь на ископаемых, найденных ранее в пещерах этого региона. Здесь можно найти свидетельства за все последние 3 миллиона лет. Абсолютно все. Начиная от происхождения нашего большого мозга до возникновения огня, до возникновения древних орудий труда, вплоть до эволюции современного человечества. Это одна из экстраординарных ситуаций в истории ископаемых, которую мы можем видеть только здесь, в Южной Африке. Здесь буквально десятки тысяч костей, собравшихся здесь за тысячелетия. Здесь сотни существ, найденных в пещерах, находятся окаменелости трех прародителей нашего генеалогического древа. Один из них – наш прямой предок, человек разумный, который бродил по африканским равнинам примерно 200 тысяч лет назад. Но он не первое человеческое существо, которому были присущи характерные черты человека. В археологических раскопках в Африке есть следы еще двух других видов, которые тоже имеют человеческие признаки. Эти три различных существа имеют нечто общее. У них всех есть хотя бы одна характерная черта человека. Но их история полна крови и жестокости, поскольку только одно из этих существ является нашим предком. Только одно из них выжило, чтобы превратиться в современного человека. Первый в нашем необычном списке подозреваемых – Авролопитек Афарский, маленький человек с очень маленьким мозгом. Но, несмотря на это, ему удалось совершить нечто удивительное. Почти 4 миллиона лет назад он встал и пошел, опираясь на две ноги. Следующий в списке – человек прямоходящий. Впервые он появился миллион восемьсот тысяч лет назад. Размер его мозга всего две трети от нашего мозга. Но он дал человечеству умение делать орудия труда и управлять огнем. Третий в списке – первобытный человек разумный. Эти существа жили всего 200 тысяч лет назад. Они были похожи на нас, и их мозг был такого же размера, как наш. Но они должны были еще пройти долгий путь, чтобы начать вести себя, как мы. Вертикальное положение, размер мозга или поведение – что из этого делает людей людьми? И почему только один из трех видов в конце концов превратился в нас? Мы начнем наше расследование с самого старшего из них – австралопикета Афарского. В результате чего эта человекообразная обезьяна стала отличаться от других, которые бродили по Африке 4 миллиона лет назад. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вернуться в 70-е годы прошлого века. Десятилетиями искатели окаменелостей искали отсутствующее звено в эволюции человека. Ископаемое, похожее на обезьяну, которое могло бы раскрыть тайну, когда из человекоподобных обезьян начали развиваться люди. Они считали, что им необходимо найти останки обезьяны с мозгом большого размера. В 1974 году в Эфиопии ученые откопали загадочное ископаемое. Судя по скалам, окружавшим его, его возраст мог быть примерно 3,2 миллиона лет. Они реконструировали форму черепа и обнаружили, что его мозг был немного больше мозга шимпанзе. Но когда они начали изучать таз, то с удивлением обнаружили, что этот таз очень похож на таз человека. Это означало, что это существо, скорее всего, ходило на двух ногах, как мы. Это было настоящее открытие. Некоторые приматы и другие млекопитающие иногда на короткое время встают на две ноги, но только люди могут ходить таким способом. Ученые называют это двуногое хождение бипедализм. Бипедализм — первый признак, который мы ищем, чтобы записать кого-либо в наше генеалогическое древо. Ученые в 70-х годах 20 века присвоили этим видом научный термин — австралопитек Афарский. Они дали ему прозвище «Люси» из песни «Битлз» «Люси на небе с бриллиантами». У австралопитека Афарского много признаков, характерных для обезьян. Из-за своего маленького мозга он выживал скорее благодаря своим инстинктам, чем разуму. Но благодаря бипедализму у него освободились руки, он мог держать предметы в руках, и, что самое главное, он мог питаться лучшей пищей. Эта удивительная находка доказывает, что австралопитек Афарский ходил в вертикальном положении, как и сегодняшние люди. Но из всех тех признаков, которые делают нас людьми, насколько важен именно этот? Если мы бы столкнулись с австралопитеком Афарским в наши дни, восприняли бы мы его как человека. Или хотя бы как дальнего предка в нашем сложном генеалогическом древе. Ответить на это возможно только вновь оживив австралопитека. Для этого мы обратимся за помощью к гримерам, работающим в художественных фильмах. Ник Уильямс создает протезы для английской киноиндустрии. Питер Эллиот изучает поведение и играет роли примата в таких фильмах, как «Гориллы в тумане». Каким-то образом, Уильямс и Эллиот попытаются сделать из этого окаменелого скелета нечто похожее на австралопитека Афарского. На помощь они позвали профессора Лесли Айелло, одного из ведущих мировых экспертов по древней анатомии. Наша улика состоит из маленьких кусочков. У нас где-то 40% от всего скелета, и то, что отсутствует с одной стороны, присутствует с другой. Поэтому можно воспроизвести всю картину. Это позволяет нам узнать пропорции всего тела. Согласно анатомической схеме, Уильямс создает намордник получеловека-полуобезьяны. Да, здорово. С помощью созданной челюсти австралопитека Афарского глава современного человека Эллиота трансформируется. Уильямс встроил в муляж аниматроники, чтобы было возможно контролировать движение. Затем он прорезинивает поверхность скрепленного проволокой скелета. Айелло наблюдает за возрождением нашего дальнего родственника к жизни. Это поможет подтвердить нашу гипотезу о древних предках, если мы увидим его в образе живого тела с похожим лицом, с похожими движениями. Но кое-чего недостает. Если Питер Эллиот хочет воссоздать образ австралопитека в точности, то ему надо знать, как он передвигался. Одна из разгадок кроется в тазе. Именно благодаря тазу мы можем находиться в вертикальном положении и двигать ногами таким образом, как мы передвигаем ими во время перемещения на двух ногах. Но один только ТАСС не может рассказать Эллиоту, каким образом передвигался австралопитек Афарский. Ученые считают, что они знают ответ. И это все благодаря необычной серии совпадений. Три с половиной миллиона лет назад здесь, на восточно-африканской равнине Лаэ-Толи, на территории современной Танзании, жила группа австралопитеков Афарских. Однажды произошло извержение вулкана неподалеку, и вся местность оказалась покрытой слоем пепла. Вскоре ливень превратил этот пепел в жидкий цемент. Затем два австралопитека, возможно, мужского и женского пола, отправились на прогулку в путешествие, которое будет запечатлено навеки. Гуляя по мокрому пеплу, они оставили отпечатки ног, которые были обнаружены только в 1976 году. В университете Южной Калифорнии могут рассказать побольше об этом существенном ключе к разгадке тайны. Крэг Стэнфорд — эксперт по поведению человекообразных обезьян и по истории происхождения человека. Он признает, что эти отпечатки являются очень важным доказательством. Отпечатки следов на равнине Лаэ Толли без сомнения такие же важные, как отпечатки следов Нила Армстронга на Луне. Эти отпечатки помогли воссоздать образ австралопитека Афарского. Ученые рассчитали, что его рост мог быть между 120 и 150 сантиметрами, но и это не все. Отпечатки следов на равнине Лаэ Толли возможно важнее даже окаменелых костей, которые были найдены здесь, потому что они рассказывают нам о модели поведения, а самое сложное — воссоздать модель поведения древних вымерших существ, в том числе и наших предков. Эти отпечатки рассказывают нам, что они передвигались группами или, по крайней мере, парами. Они двигались в каком-то направлении в тот день и передвигались они в вертикальном положении на двух ногах. Для Стэнфорда отпечатки пяток, дуг и пальцев ног, существ, оставленные ими 3,5 миллиона лет назад, очень знакомы. Если вы взглянете на это, то это похоже на то, что я, лежа на пляже, смотрю на следы, которые оставил один из моих детей, и вам и в голову не придет ничего другого, кроме того, что это следы человека. Этот отпечаток и размер шага на равнине Лаэ Толли позволяет лучше узнать, как передвигались австралопитеки. И, что более важно, это дает нашей команде разгадку к тому, как следует ходить Эллиоту. Они передвигались, как будто вращались вокруг собственного веса и отталкивались большим пальцем ноги. Да, потому что у них был более большой и широкий большой палец на ноге. Всегда чувствуешь себя хорошо, когда распределяешь вес с одной на другую стороны. Зная, что австралопитеки Афарски обладали многими признаками обезьян, команда сделала его глаза и цвет кожи, как у обезьяны. Чтобы переделать Эллиота в научно-точный экземпляр, команде понадобилось три часа. Наконец, он готов к встрече с публикой. Передвижение на двух ногах — очень важный момент, извините за банальность, но это первый шаг к человеку. Единственная анатомическая особенность, по которой мы отличаем человека, подобных обезьян, от нас во время того раннего периода, это их способность передвигаться на двух ногах. Это очень здорово увидеть, как воссоздали образ астралопитека Афарского, потому что образ воссоздан с научной точностью. Примерно 4 миллиона лет назад это существо приняло вертикальное положение. С проворными руками, оказавшимися свободными от ходьбы, он был похож на человека более чем кто-либо ранее. Но как близко к человеку находился австралопитек Афарский? Увидит ли среднестатистические мужчины или женщины на улице хоть какие-нибудь характерные для них черты в этом давно исчезнувшем существе? Когда Питер Эллиот появляется в центре Лондона, движение останавливается. Все головы поворачиваются в его сторону. Сразу же все вынимают камеры. Но хотят ли они запечатлеть его в качестве давно исчезнувшего родственника, или они думают, что сбежал из зоопарка? Они считают, что австралопитек больше похож на человека или на обезьяну. Он похож на обезьяну. У него тело обезьяны, а морда больше похожа на лицо человека. Это напоминает мне фильм «Планета обезьян». Факт в том, что мозг австралопитека Апарского не развился в мозг современного человека. Его поведение тоже больше похоже на поведение обезьяны. Можно проследить связь с человеком, но он не похож на человека. Возможно, он не очень похож на нас и поведением, но нечто общее есть. У него такой же хороший слух, как у нас. Зрение для него важнее, чем обоняние, как и у нас. И, конечно же, он передвигается на двух ногах. По некоторым признакам, он однозначно не походил на других обитателей Земли. И многие ученые согласны с тем, что у него развилось несколько очень человеческих признаков. Но с точки зрения современности, он был больше обезьяной, чем человеком. У него не было языковых навыков, присущих нам. Он не умел делать орудия труда, и у него не было нашей способности к творчеству. Он покрыт волосами, сгорблен и не очень умен, согласно человеческим стандартам. Итак, если Австралопитек Афарский не является человеком, существовал ли еще кто-нибудь, передвигающийся на двух ногах и обладающий большим мозгом, более похожий на человека и с лучшими манерами? Всем этим критериям отвечает человек прямоходящий. В 1984 году было сделано великое открытие. Археологи, работавшие в Кении, обнаружили хорошо сохранившийся скелет на берегу озера Туркана. В то время они классифицировали эту находку как останки человека прямоходящего. У него была одна отличительная черта – большой череп. объем полости черепа был равен примерно 950 кубическим сантиметрам, что в два раза больше мозга Австралопитека. Но это только две трети от размера мозга современного взрослого человека. Но он достаточно большой, чтобы человек прямоходящий мог достигнуть большего, чем передвижения на двух ногах. Примерно через миллион лет после исчезновения Австралопитека человек прямоходящий вел отличный образ жизни, который позже оправдал себя как очень успешный. Австралопитек Афарский ходил по Земле миллион лет, а человек прямоходящий ходил по Земле почти 2 миллиона лет до того, как оказался на грани исчезновения. Это в 17 раз больше, чем вся жизнь современного человечества. Раскопки показывают, что к тому времени, как человек прямоходящий оказался на грани вымирания, размер его мозга уже почти достигал размеров нашего мозга. Как человеку прямоходящему удалось развить такой большой мозг? И снова разгадки есть у охотников за ископаемыми. Возвращаясь к раскопкам, палеонтолог доктор Ли Бергер ищет признаки существования человека прямоходящего. Но он ищет не окаменелые кости, он ищет маленькие каменные мелочи, свидетельство того, что здесь был человек прямоходящий. Это самый важный момент, когда ты увидел орудие в первый раз. Это самый потрясающий момент в жизни. Это стоит того. Орудия, созданные человеком прямоходящим, изменили все. С помощью подобных орудий труда человек прямоходящий мог разделывать мясо, и это изменило стиль его питания. Протеин, содержащийся в мясе, было подобен ракетному топливу для мозга, и мозг со временем разбивался и рос. Большой мозг – один из характерных признаков, определяющих человека. За миллионы лет до возникновения человека прямоходящего австралопитеки, скорее всего, использовали камень для того, чтобы разбивать что-либо. Но у них не было умственных способностей, чтобы сделать подходящее орудие труда. Ученые знают, что человек прямоходящий обладал мозгом большего размера. Можно ли это считать характерным признаком человека? Институт изучения каменного века в штате Индиана может дать ответ на этот вопрос. Археолог профессор Ник Тотт считает, что лучший способ оценить умственные способности человека прямоходящего – это изучить его орудия труда. Это не просто орудия, которые интересуют Тотта. Это и то, каким образом они были сделаны. Чем больше мы знаем о том, как делали эти орудия труда и особенно, как их использовали, тем лучше мы можем понять, как эволюционировали наши предки. Тот пытается залезть внутрь мозга человека прямоходящего, изучая, как возникали примитивные орудия труда. Во-первых, он должен быть уверен в том, что человек прямоходящий использовал свой мозг, а не мускульную силу. Его действия снимаются на камеру, и результаты будут переведены в цифровую форму компьютером. Его команда анализирует метод по отдельным кадрам, чтобы изучить биомеханику этого действия, создания орудий труда. Исходя из этого, ученые могут определить точно, какие мышцы использует Тотт, и рассчитать, сколько силы он тратит на это. Обработанный на компьютере фильм показывает, что метод заключается в искусном повороте запястья. А для этого необходимо использовать большие умственные способности, что и является доказательством того, что человек прямоходящий использовал свой мозг. Создавая орудия труда, Тотт открыл такие вещи, о которых ископаемые не могут нам рассказать. В том числе и количество решений, которые должен был принять человек, прямоходящий при каждом ударе камня, силу его ударов и угол воздействия. В то время как вы создаете усовершенствованное каменное орудие труда, вы принимаете тысячу решений. Я просто удивлен тому, что наши предки были в состоянии делать это. Это говорит об их умственных способностях и эволюции интеллекта и познавательной способности. Тот знает, что человек прямоходящий начал решать проблемы. Это еще один характерный признак работы мозга современного человека. Но насколько эффективным было его изделие, сделанное вручную? Один из способов сравнить орудия труда человека прямоходящего с современными орудиями труда. Для этого мы отправимся в Спенсер, штат Индиана, чтобы найти экспертов. Стефан и Ильюс Фендер, братья-мясники. Их любимое орудие труда – самые острые лезвия из металла. С помощью современных лезвий мясники могут разделать тушу 360-килограммового бычка на куски за 60 минут. Но сегодня они возвращаются на миллионы лет назад, чтобы испытать каменное орудие труда человека прямоходящего. Братья никогда раньше не использовали каменное орудие труда и быстро приходят к выводу, что примитивный человек должно быть обладал лучшей техникой, чем они. Острие почти такое же острое, как и у современного металлического ножа. Вы видите, как можно этим красиво нарезать. Но без привычных им рукояток братья находят эти орудия неудобными в использовании. Осторожно. Вы, наверное, давали это своему саблезубому тигру? Им понадобилось в четыре раза больше времени, чтобы выполнить поставленную задачу, используя примитивные орудия труда. Ну вот, наконец, все. Их вердикт – человек прямоходящий был достойным изготовителем инструментов. Во время своего существования на Земле навыки человека прямоходящего окупились сполна, и его мозг увеличился на 20% в течение двух миллионов лет. Но вооруженный орудиями труда и мозгом большего размера человеку прямоходящему все еще предстояла борьба за выживание. Здесь, на африканских равнинах, он постоянно жил с чувством страха диких животных и бушующем огне. Использовал ли человек прямоходящий свои умственные способности, чтобы противопоставить одному смертельному врагу другого? Почти два миллиона лет назад человек прямоходящий обладал существенным признаком человека. Мозг более большего размера, чем у его предшественников, и более развитые умственные способности. Было ли этого достаточно, чтобы выделить его от остальной части мира животных? Некоторые ученые думают именно так. Доказательство этому – способ использования нашим предкам своих умственных способностей в борьбе за выживание. Возможно, что противники в этой борьбе были настолько неравными по силе, что поражение было неизбежным. У соперника человека, прямоходящего, были более длинные зубы, и он мог убивать одним укусом. И мог определить его на каждом повороте. Человек прямоходящий против леопарда. Брайан Джонс – человек, который полностью осознает смертельную мощь леопарда. Для меня леопарды – самые опасные животные в Африке. Он вспыльчив и может неожиданно наброситься на вас. Леопарды всегда представляли угрозу для людей. Любой оказавшийся с неправильной стороны хищника мог столкнуться с вызывающей ужас, угрозой смерти. Так произошло и с человеком прямоходящим. Когда леопард наносит вам удар, он просто избивает вас. И снимает скальп, кладет наверх одну лапу, срывает скальп, а задними лапами хватается за живот и просто разрывает вас. Несмотря на то, что наши предки развили эффективные методы защиты, они все равно оставались подходящей добычей для леопарда. У доктора Франсиса Теккерея из музея Трансвале при Тирии есть доказательства этого, найденные в пещере. У нас есть черепа обезьяноподобного человека, а вот в этом черепе есть две дырки. Расстояние между дырками совпадает с расстоянием между кончиками клыков леопарда. И, подобное детективам, на месте преступления мы видим, что эта особь была убита леопардом. Этот вид, предшествующий человеку разумному, очевидно, нашел смерть в челюсти леопарда. Человек, прямоходящий, очевидно, жил с чувством постоянного страха этих нападений. Он не мог обогнать этих зверей, и у него не было никакого шанса на победу в схватке. Но у него было одно преимущество над леопардом – его мозг. И он мог воспользоваться им. Если он нашел способ управлять огнем, то он, должно быть, использовал пламя, чтобы давать отпор. Теккерей считает, что есть свидетельства того, что человек, прямоходящий, использовал огонь разумно. Есть признаки того, что человек, прямоходящий, использовал огонь внутри своей пещеры, возможно, чтобы согреться или для приготовления пищи. Здесь были найдены сгоревшие кости животных, которым примерно миллион лет. И в части этих костей есть белые вкрапления, что указывает на то, что они сгорели под воздействием высокой температуры. Теккерей считает, что эти кости свидетельствуют о том, что человек, прямоходящий, начал контролировать окружающую среду. Но чтобы доказать это, Теккерей должен исключить возможность того, что кости подверглись воздействию высокой температуры в результате естественного пожара. Когда над Южной Африкой сверкает молния, то пожар может распространиться на большой территории. Пожары могут быть очень сильными. То же самое могло происходить и во время жизни человека, прямоходящего. Может, эти кости из пещеры обгорели скорее в результате природного явления, а не воздействия человека. Мы обратились за помощью к Рису Остину, участвующему в проекте южноафриканской программы борьбы с пожарами. Его работа — держать под контролем быстро распространяющиеся пожары. При сильном ветре пожар по траве распространяется очень быстро. Даже на пикапе от него трудно убежать. Остин знает, что пожары распространяются настолько быстро, что животное может попасть в ловушку. Но достаточно ли высока температура пожара, чтобы он оставил белые крапы на костях? Чтобы узнать это, Остин кладет труп антилопы на пути пожара. На следующий день он возвращается с проверкой. Насколько сильно обгорел труп? Кости обуглились, но они не похожи на те кости, которые нашли в пещере. Несколько костей, найденных в пещере, обгорели в результате воздействия высокой температуры настолько, что некоторые их части стали белыми. А подобная температура может возникнуть только в результате устойчивого огня. Мы можем исключить пожар. Ясно, что кости обгорели в результате контролируемых обстоятельств внутри пещеры. Теккерей считает, что у человека прямоходящего не было достаточных умственных способностей, чтобы разжечь огонь. Но он мог додуматься до того, чтобы взять горящую веточку из горящего буша. Уже одно это полностью бы изменило его мир. Научившись управлять огнем, он мог бы готовить пищу, обогревать пещеру и отпугивать своих врагов. Это было огромное достижение. Возможно, что ни одно существо на Земле никогда раньше не делало ничего подобного. И последствия этого отдадутся эхом на протяжении всего тысячелетия. Это знаменательное технологическое достижение уметь контролировать использование огня. Без умения управлять огнем было бы невозможно иметь ракету. Без ракеты никто бы никогда не смог добраться до Луны. Поэтому умение управлять огнем первый маленький шаг к навстречу освоению Луны. Если человек прямоходящий развил подобные человеческие признаки, то неужели он настолько отличался от современного человека? Чтобы сравнить обоих, мы собираемся воскресить человека прямоходящего на основе свидетельств, полученных в результате раскопок. Чтобы создать нашего собственного человека прямоходящего, мы позвали актера Майка Хэммонда. Он крепкого телосложения, подвижный и несомненно умеет передвигаться на двух ногах. Он идеальный кандидат, но ему необходимо немного волшебства из голливудских фильмов, чтобы он смог сыграть роль. Исходя из размеров костей, найденных в Африке, взрослая особь человека прямоходящего могла иметь рост от 120 до 180 сантиметров. Скорее всего, в результате требовательной окружающей среды он должен был быть сильным и гибким. Мы знаем из его орудий труда, что его руки были похожи на наши руки и имели ловкие большие пальцы рук. Научные свидетельства также показывают, что он мог эффективно передвигаться на двух ногах. Первый этап — протезная маска, чтобы черты лица Хэммонда стали больше похожи на лицо человека прямоходящего. Хотя голова у прямоходящего больше, чем голова его предшественников, команда гримеров делает все размером не больше, чем две трети размера от нашей головы. Дело в том, что пропорции человека прямоходящего все больше походили на наше тело. И ты начинаешь чувствовать, что тебе было бы приятно поговорить и потусоваться с ними. Но насколько комфортабельно мы себя будем чувствовать, вступив в дружеские отношения с этим существом из прошлого? Когда все закончено, человек прямоходящий готов предстать перед жюри. Здесь, на улицах Лос-Анджелеса, что подумают люди — человек он или обезьяна? Его лицо немного похоже на морду обезьяны. Настоящий человек прямоходящий должен быть голым. Но ради приличия мы оденем на Хэммонда набедренную повязку. К удивлению, никто не обращает на него внимания. Может, они думают, что это еще один грезящий о Голливуде человек. Его мозг, подпитанный мясом, мог сделать его способным на какие-либо основы коммуникации. Но это не язык и не разговор, какими мы их знаем. Через некоторое время для нашего человека прямоходящего все поворачивается в лучшую сторону. Он очень похож на человека, его волосы. Он волосатый. По-моему, один из моих прежних парней был похож на него. Человек прямоходящий стал вымирать где-то 50 тысяч лет назад. Подобно Австралопитеку Афарскому, он не стал таким, как мы. Но его достижения живут. Мы обладаем способностью делать орудия труда и управлять огнем. Но у человека прямоходящего не было важных признаков, которые делают нас особенными. Большой мозг, креативность и способность решать проблемы. Чтобы найти подобные признаки, нам надо обратиться к мудрецу мира животных, к первобытному человеку разумному. Действительно ли этот вид обладает истинными характерными чертами, присущими человечеству? Действительно ли человек разумный, показал качества, которые сделали нас людьми, и что привело к множеству достижений современного человечества? Одна из ключевых характерных черт нашего биологического вида — большой мозг объемом пол-литра, который больше мозга Австралопитека и человека прямоходящего вместе взятых. Это достаточно большой мозг, который помогает нам делать вещи, которые не может делать никто другой. После миллионов лет передвижения в вертикальной позиции, использования рук и поедания мяса, мозг наших дальних предков продолжал эволюцию и становился все больше и больше. В итоге появился наш биологический вид. Первый человек разумный появился в Африке почти 200 тысяч лет назад. Обладали ли они основными особенностями, присущими нам, людям? Доктор Ли Бергер не уверен в этом. Архаический человек разумный — это ловко. Вы находитесь прямо здесь 200 тысяч лет назад, на заре современности, а они все еще не похожи на нас. Для таких ученых, как Бергер, просто принадлежность к виду человека разумного недостаточно, чтобы классифицировать его как человека. Так в чем же главная разница между нами и нашими древними праотцами? Генетик доктор Спенсер Вэлс из Вашингтона, округ Колумбия, считает, что есть одна вещь, которая характеризует нас как людей. Для меня сущность человеческой природы — в креативности. Это способность рисовать в своем воображении вещи, которых нет, и делать так, чтобы они происходили. И это, возможно, включало в себя язык. Мы — наш мозг. Наш мозг определяет нас. И фактически это единственный инструмент, который есть у нас, как у представителей биологического вида. Именно он делает нас легко приспособляемыми, и мы быстро адаптируемся культурно, потому что у нас есть этот удивительный мозг. Удивительно ли, что в качестве представителей биологического вида всегда обладали творческим воображением? До сих пор не было ни одного доказательства того, что первобытный человек разумно и обладал каким-либо уровнем творчества. Его орудия все еще были примитивными. Нет никаких следов рисунков пещери или гончарных изделий. Нет никаких следов существования языка. Они находились на пути к человечеству, эти человекоподобные существа. Они были похожи на нас во многом, но они не были современными людьми. Они не были тем, кого я называю человеком. Но затем произошло нечто удивительное. Где-то около 60 тысяч лет назад человек разумно изменился. Он обрел способность говорить, создавать и контролировать мир вокруг себя. Мы видим огромные изменения, произошедшие в способе создания орудий труда. Мы видим возникновение искусства, начало расцвета настоящей креативной личности, возможно, современного языка. Это был огромный прорыв. Как говорят антропологи, это была эволюция примитивного человека в современного человека, какими мы и являемся сегодня. Что вызвало подобные трансформации человека разумного? Что могло произойти, чтобы прогресс ускорился до такой степени, что менее чем за 75 тысяч лет мы превратились из нечто большего, чем примитивные пещерные люди, в самый могущественный биологический вид, когда-либо существовавший на планете? Одна из возможностей, что в результате катастрофы удалось выжить и адаптироваться самым способным, умным и одаренным, богатым воображением видом. Мы путешествуем назад во времени, чтобы увидеть природный катаклизм. Возникли ли современные люди в результате действий вулкана, который почти уничтожил все биологические виды? 74 тысячи лет назад произошло извержение самого большого супервулкана в Индонезии. Это привело к разрушительным последствиям. В течение следующих тысяч лет температура резко понизилась. Европа и часть Китая стали непригодными для проживания. Вскоре после этого мир вступил в эпоху ледникового периода. Такие ученые, как Спенсер Вэллс, считают, что после изменения климата численность людей, разумных на планете Земля, резко уменьшилась. Их было намного меньше некоторых видов, находящихся под угрозой вымирания сейчас. Количество сократилось до нескольких тысяч особей, возможно, до одной или до двух тысяч особей. Ученые называют это критический параметр населения, уменьшение разновидностей человеческой расы. Изменение климата могло означать конец существования человечества, но в действительности это могло стать причиной возникновения нас. Выживания прошли через огромные перемены в поведении, изменился их способ создания орудий труда, появляется искусство, возможно, в то время появился современный синтаксический язык. В результате мы превращаемся в современных людей в это время, и выжили те, кто были достаточно умны и смогли пройти через весь этот тяжелый период. Первые признаки креативности человека появились после извержения супервулкана. Самым ранним формам искусства 40 тысяч лет. Они показывают, что наши предки не только мыслили творчески, но и передавали свои мысли, а для этого, как считают некоторые эксперты, у них должен был быть язык. Я бы сказал, что именно тогда мы и стали современными людьми. Другие существа передвигались на двух ногах, создавали орудия труда и управляли огнем. Но во время революционного прорыва наши предки пошли намного дальше. Обдумывая, планируя и общаясь, человек разумный поднял себя выше других биологических видов на Земле и превратился в современного человека. Но когда именно и где это произошло? В поисках ответа на эти вопросы Спенсер Уэллс обратился к генетическим свидетельствам, которые находятся внутри каждого из нас. В действительности у каждого в крови и каждой клеточке тела есть книга по истории. Пытаясь разгадать тайны нашего прошлого, Уэллс путешествует по миру в поисках самых изолированных обществ. Он берет образцы крови и изучает содержащиеся в ней ДНК. Он ищет крохотные изменения мутации в генетическом коде. Это может произойти в результате передачи ДНК от одного поколения другому. Эти мутации создавались на протяжении многих поколений. Они работают... Проанализировав собранное ДНК, Уэллс и его коллеги сделали потрясающее открытие. Каждый человек на Земле произошел от одного общего источника. Мы все произошли от одного человека, выжившего во времена кризиса. Он жил примерно 60 тысяч лет назад. Что еще более удивительное, генетики дают нам ключ к тому, как могли выглядеть наши предприятия и образцов ДНК. Ученые считают, что они нашли самые древние племя на Земле. Это исследование привело Уэллса в Африку, колыбель человечества, где он встречается с людьми из племени Сан, живущими в пустыне Калахари. ДНК этих людей позволяет предположить, что они являются самыми прямыми потомками нескольких тысяч людей разумных, которые выжили в результате глобального кризиса. В некотором смысле у вас в крови тайна, и вы можете считать это своим генеалогическим древом. Для меня это большая честь приехать и встретиться с некоторыми из моих дальних родственников. Статус племени Сан в качестве самого древнего племени похоже подтвердился тем, что Уэллс увидел в их лицах. В чертах их лиц запрятаны следы многих народностей мира. Высокие скулы монголоидов, азиатский разрез глаз и коричневая кожа, которая может иметь более светлый или темный оттенок. И что более важно, на их лицах отпечатки тех, кто выжил во времена глобального кризиса. Это самые первые по-настоящему современные люди. Именно из их набора генов начался всплеск процесса творчества людей, который полностью изменил мир. Эти две тысячи выживших людей, находившихся из-за кризиса на грани исчезновения, были первыми современными людьми. Именно их потомки начали заселять мир. Все шесть миллиардов людей, живущих сейчас на планете Земля, являются потомками этих первых современных людей. Развитие современных признаков человека продолжалось на протяжении более лет. Редки научились как ходить на двух ногах, создавать орудия труда, бороться с хищниками, контролировать среду обитания и в итоге выжить во время природной катастрофы. Несмотря на то, что извержение вулкана почти что уничтожило все биологические виды, это тоже может стать вкладом в наше развитие, поскольку это дало начало возникновению процесса творчества что делает нас отличными от остальной части мира животных. Субтитры создавал DimaTorzok